Добрый день! Информационная служба телерадиокомпании «Гомель» протягивает свою работу у эфиры. У студии для вас працует Евген Побловец. У Минску завтра открыется пятый у Сибелорусский народный сход. Его делегатами станут две с половой тысячи человек из всей краины. Представники от Гомельской области отправились в столицу этой ранницей. С якими идеями и чеканиями яны рушили у дорогу, доведалась Аганна Ковалева. От Гомельского региона на пятый у Сибелорусский народный сход делегованы 350 человек. У их лику люди, які працуют у сельской господарцы, промысловости, социально-культурной и инших сферах. Сюниранницы на Холуны площади областного центра коллеги и Жахары Гомеля проводили делегатов. Подчас сходу, разом с керавництвом краины, яны дадут оценку работе, проведенной за последние пять годов. А так само обдаркуют планы на будущую пятигодку. До речи, некоторые делегаты уже сьогодние готовы не просто представить конкретные идеи, али предъявить пилное досягнение у их реализации. Мы уже защитили свой перспективный план, стратегию развития на среднесрочную перспективу до 2020 года и до 2030 года. И мы уже сегодня не первый год, а третий год активнейше работаем в плане того, что занимаемся снижением затрат, оптимизацией во всем направлениям. Конечно, один из важных приоритетов – это экспорт. И тут учреждения здравоохранения тоже не должны стоять в стороне. Хотя это трудно, но мы в этом направлении работаем. Только за прошлый год учреждения здравоохранения Гомельской области за оказание медицинской помощи иностранным гражданам получили 1 миллион 300 тысяч долларов. Одним из представников культурной сферы региона селета станет директор Гомельского областного музея военной славы Павел Жданович. Дарыч, и зараз назву этой установы можно знайсти на республиканской дождце гонору. Указов за неосе не уступил усилу усяго некольки дзен тому. У им значится, что музейная установа, признанная переможцем с поборництва, започнет пятиходку у сферы социально-экономичного развития. Я делегат от сферы культуры, поэтому, безусловно, это очень важная наша сфера жизнедеятельности. Сегодня культура играет огромное значение. Сегодня очень остро стоят вопросы, которые связаны с выполнением социальной функции культуры. Мы должны сегодня четко понимать грань между развлечением и между просвещением. Усех эти думки и идеи прогучать на всю краину уже в ближайшие два дни. Причем от тех людей, які у своей сферы деятельности за минулые пять годов, показали значное досягнение. И наше желание сегодня органов власти, мое желание, конечно, чтобы мы прибавили во всех отраслях народно-хозяйственного комплекса. Прежде всего в экономике, промышленности. И мы видим, как мы сегодня поднимаем этот объем, то, что мы сегодня имеем. И мы видим перспективу развития этой отрасли в сельском хозяйстве, в услугах, транспорте, связи, торговле, строительстве. Конечно, наверное, желание любой экономики, любого государства, как можно больше иметь добавленной стоимости на одного, работающего на территории. И мы должны все понимать, чем лучше будет работать экономика, тем будут лучше созданы условия в социальной сфере. Поэтому мы все делаем для того, чтобы развивалась экономика на территории Гомельской области. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Гомельская область планует повеличить свою присутность на рынку излученных штатов Америки. Сподеваться на это дозволяя погоднение об деловых партнерских отношениях, подписанных помеж городами Гомель и Форт Майерс. Под обязанностью в наступном материале. Подписанное погоднение – выник намагание у предпринятых белорусским министерством замежных справ и нашим посольством УЗШ. В уголе у Гомельской области уже есть певный опыт супрацовництва на американских рынках. Размова у першую чергу о белорусском металлургичном заводе и акционерном товаристве «Спартак». Але тепер нашу присутность меркуется значно поширить. У связи с чим у склад делегации, якая наведала штат Флорида, включили представников широкого предприемства у Гомельской области. Мы заинтересованы, чтобы наша молочная продукция пошла, прежде всего, сыр, возможно, сухое молоко. Мясо, безусловно, там не пройдет, там очень свои рынки мощные, хорошие, латиноамериканские рядом. Конечно, нам хотелось бы, чтобы продукция нашей деревообработки могла быть там востребована, потому что и плиточные материалы нужны, и утеплитель натуральный может вполне там проходить. У них очень большие масштабы строительства, и при этом они не ограничивают себя в импорте, потому что американский континент, он потребляет огромный объем импорта. А прочее того, под час визиту у США были обмеркованы питания супрацовництва у гуманитарных сферах, у приватности помеж высшейшими навычальными установами. Когда все отримается, наши студенты отримают мягчимость в учиться в США. У них есть заинтересованность, да и у нас, впрочем, такая же заинтересованность есть, обмениваться группами студентов, чтобы наши проходили там, не стажировку даже, а, возможно, даже схемы обучения. Ну, условно, получили базовые какие-то 2-3 курсы у нас, а несколько курсов там. Вполне серьезные, они готовы провести по этой теме переговоры. Як чакается, подчас святковання Дня Гомеля у вересних этого года ягона ведая офицейная делегация Американского штата Флорида. Подчас состречу баки мают намер больше деталево адмерковать мягчимые накерунки взаимодействия. По коль же гомельчане означают добразышливые относины сбоку уладов и деловых колов штата и жадание реального супрацовництва с нашим регионом. Они готовы помочь нам в плане продвижения нашего товара, изучения законодательства, процедур всевозможных административных. Это сложное дело, на новом рынке так просто не пройдешь. Мы даже с Российской Федерацией имеем очень много сегодня проблем в части продвижения наших товаров, а на американском тем более. Так вот, эти услуги как раз, причем на такой, можно сказать, безвозмездной основе, они готовы это все помочь. Безусловно, это вселяет определенный оптимизм, я уверен, что мы сможем прибавить. Есть чему там учиться. Рынок очень многогранный, и я считаю, что для нас это важно и престижно иметь партнеров на этом континенте. Олег Сентюров, Сергей Нігеревич, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». На передаче дни во всем свете означали День беженцев. Проблемы, вымушенных перселенцев, по-ранейшему застаются саправдным выкликом для международной супольности. К этому подтверждение – кризис в Украине, массовый наплыв мигрантов и беженцев в Европу. Для приграничных «Гомельшины» эта тема не меньше актуальна. Гость спецвыпуску программы «Добрый вечер Гомель» – представник управления Верховного комиссара ААН по справах беженцев у Республики Беларусь Жан-Іл Бушардзи, а так само иншие эксперты по праце с беженцами. По центру уваги в опыт «Гомельшины» и новые подходы в работе с вымушенными переселенцами. Своё меркование у тему размобы выкажет популярная белорусская спевачка «Искуи Абалян», якая из недавнего часа – посол Доброй воли Управления Верховного комиссара ААН по справах беженцев. У финале выпуска ухлядашоу чакая музычный подарунок от «Искуи». Глядите программу сёння у 19.30 на «Беларусь4». Жлобинские журналисты означали день нараджения районной газеты «Новый день» выданием литературного альманаха. На его сторонках творы мясовых литераторов, которые друковались на протягу опошних 60-х годов. С упрацовниками газеты и их позаштатными помощниками соустрелся Олег Синцеров. Первый номер газеты «Новый день», тогда шлях к социализму, вышел вдруг в учреждении 1931 года. На жаль, будинку, по яких можно мерковать об выгляде этого частного Жлобина, практически не заховался. За выключением акчема восьгой школы, неколи тут в учреждении пешечетачи районного выдания. Негде дичина тое, что все лето газете исполнилось 85, основная увага при подведении вынеков работы опошней пятигодцы в курсе гэтый период для выдания казался вельми поспеховым. Весь гэтый час газета працуя на самофинансовании, причем выручка повеличилась больше кушесть разов. Середний тэйраж перевышает 10 тысяч экземпляров. Это бэдай лепши покажек сирот района Кагоминской в области. А прачатаго у активе жлобинских журналистов, званей перемостов и лауратов, пяти опошних национальных конкурсов «Золотая литера». Хоть у редакции прознаются, быть районным выданием сегодня непросто. С одной стороны, легко, потому что ты многих знаешь. Ты часто бываешь на предприятиях, коллективах, знаешь много людей, тебя многие знают. Таким образом, идет обратная связь, тебе подают какую-то информацию. А тяжело – очень ответственно. Не дай бог районной газете ошибиться. Свой юбилей у газеты вырошили означать выданием литературного альманаха. Жлобинчина за всюды славилась своими талентами, причем шматрики и письменники поэты. Творчий шлях починали на сторонках районного выдания. З увлеком того, что подчас великой очины город мозгно потерпел и довоенные газеты практически не заховалися, для сборника журналисты одобрали прозу и поэзию, какая друковалась на сторонках газеты, починающая с 50-х годов минулого 100 годин. Отрималось нечто на кстат литературной справоздачи об жизни Жлобинчины за некакие 10 годов. В редакции кажут, что аналогичного выдания на Гомичне еще не было. На Днепром мой Жлобин зоркой зяе, бусил, тихой песней уплыве, усихся броумы хлебом сустракаем, разом мы в счастье и в журбе. Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерадио-компания «Гомель» со Жлобином. Эта иншая новина вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершенный, у студии працавал Евген Пабалавец. Усяго доброго и до сусрешивого эфира. Субтитры создавал DimaTorzok